Ты украл с магазина, только что этот товар взял. Что-то другого в лагере ждали. Маркинг что ли, кто-то... Это он есть, да? Мои друзья занимались чем-нибудь другим. С истёкшим сроком. Я бы на вашем месте, когда увидела вот это, подошла к сотрудникам и сказала, у вас питание с истёкшим сроком. Это представители Роспотребнадзора. Надежда Николаевна, позор, позор, честно. Такое 12-е? Да, 13-е. 13-е апреля, 24-го апреля 2021 года. Детское питание стоит 2099 рублей. Улица Уточкино, дом 4, корпус 1. Детское питание. Дружище, ты взял в смысле питание, блять, сеттинг, с клеммой? Ты что мне сейчас рассказываешь? Я виноват с вами сегодня. В смысле виноват? Ты его украл. Я его украл? Да, посмотри. Отвечаю за свои слова, что я украл. Отвечаю за свои слова, да? Отвечаю? А если не украл, то что? А что, ты его просто взял? А если не украл, то что? Не, ну ты скажи мне. Ты его просто взял? Клему я должен говорить? Человеку в зеленой одежде? Ты даже не представился. Я хранен. Ну, подверди свою полномочию, представься, во-первых. Хорошо, охраните ли это? Да. Вы прошли. Личная карточка и удостоверение охранников. Подверди свою полномочию. Давай сейчас подниму пройдем. Вот я тебе сейчас, я тебе говорю, ты сейчас хранишь конкретно. Просто не Владимир Владимирович, пожалуйста. Почему я скажу? А если вы видите, то что? У тебя сейчас украденный товар в магазине. Даже на нем пломба. На нем пломба. На тебе магазин его украл? Ты украл с магазина только что это взял. Да потому что на нем пломба. И что? А что ты его украл, ты его не купил. На кассе обычно пломбу снимают. Да, серьезно. Блин, я извиняюсь, принесите мне рацию, пожалуйста. А БР будешь что-то называть? Так вот твоя задача, если ты охранник, ты бы так не представился, твоя задача смотреть камеры, украл человек или не украл. Иди и смотри камеры, прежде чем что-то говорить, что я украл. Ваша рамка сработала и все. Так рамка сработает, конечно, потому что при покупке товара пломба снимается. Но мы не знаем. Он уже сказал, что я украл тут. Ну если вы сошли с чужим товаром, вы должны сначала охранникам предупредить, что вы заходите. Мы ничего ему не должны. Почему я должен предупредить? Мы охраннику ничего не должны. Я не знаю, кто человек в зеленой одежде. Обязаны. Мы не обязаны охранникам. Если я хожу с чужим товаром, я бы не обреждаю. Я не заходил со своим товаром, нет. Это во-первых. А во-вторых, если я заходил... Это блогеры, они хотят деньги заработать. Если я заходил со своим товаром, я его не доложил. В Ютубе уже звезда, пусть еще покажут. А на каком канале? Вы на каком канале звезда? Ну, в Ютубе я есть. На каком канале ты ходишь? Пошли. Ну, в Ютубе ролик выложен. Ну, Ютуб большой. А какой канал-то? Тут я знаю. Хорошо, покажите. Кто ты такой, чтобы я тебе показывал? Я охранник перекрестка. Если ты охранник перекрестка, я тебе честно скажу, лучше тебе помолчать. Если ты не подтвердил полномочия, если ты охранник, то я... Просто один удар, ты ляжешься, я не хочу. Я тогда президент России Путин. А откуда тогда она вас появилась? Из магазина. С какого? С этого. Из этого. Ну, так вы убрали, получается. Опять еще акцент. У нас лично есть свидетели, которые видели, что мы приобретали этот товар. Здесь у нас этот товар есть. Здесь у нас этот товар есть. И пломбы такие тоже есть. Да, они в каждом магазине есть. А покупатель не обязан бегать за каждым продавцом и снимать что-то с вашего товара. Он приобрел за ваш счет его. Украл, украл. Чего рукой махнул? Куда пошел? Потому что он... А чего он ушел-то? Лоханулся. Я неправильно. Ха-ха-ха. А он профукал. И не знает, купили или вынесли. Получается, он... Мы стояли с девушкой. С тележенщиной рядом. Только вот на пикаре. Так, кто у нас здесь? Так, руководит. Наталья. Наталья. Зам. директора Филиппова Ольга Анатольевна. И Татьяна Сувин. Также является заместителем. Да у нас есть свидетель. Два свидетеля, которые подтвердят о том, что мы приобрели этот товар. У нас какой-то человек в зеленой одежде. А мы этого не скажем. Чек у вас есть, пожалуйста? Ну, просто покажите чек. У нас все есть. У нас есть кое-где шерсть. Паспорт у нас. Мне только чек. Посмотрите, паспорт является документом, правильно. А чек тоже является, например, документом, договором. У вас же есть видеокамера и пуска смотрят. И паспорт докумен. И чек докумен. Капитания пробивается только на одной кассе. На 8-й. Я лично его прибегаю. Я вас не видела. Как мне П while it is in the bank. Это где-то прописано? Всегда туда у старшего кассира. Нет. Стоп. У вас где-то это прописано. Что детская капиталь на одной кассе прибавляет? Конечно. Конечно. Где? Пойдемте. Пойдемте. А вот прикиньте, я вот такой дурачок, и я на это не обращаю внимания. И мне все равно, что вы пишете на это. Я имею право приобрести на любой кассе данный продукт. Нет. Это у нас... Это правило вашей компании. Этот продукт вы не можете прибить на... Он просто не даст. А почему он пробился? Покажите мне чек. Смотрите камеры. Чек мне покажите. А почему вы хотите все усложнить? Вы простите себе. Посмотрите камеры. У нас сейчас директора нет. А мне не интересно, кого у вас нет. Камеры мы не можем посмотреть без директора. Мне не интересно, кого у вас нет. Камеры смотрите. Старший кассир. А он у вас на допросе сейчас или как? Смотрите камеры. Я не хочу вам упрощать все это. Давайте усложним ситуацию и все. Вот вы нам не упрощаете, как покупателям, да, наши... Нормально, да? Смотри. Как наш покупок. А считаете, что... Установили правила свои. Это по детским картам. А я не пользовался никакой детской картой. Это вообще отдельная банковская карта, которая продается молодым... Алло, Наталья Евгеньевна, тут два молодых человека с камеры утверждают, что пробивали детское питание на любой кассе. А я их не пробивала. А можете по видеосвязи позвонить Наталье Евгеньевне, да, господи? Они утверждают, что пробили детское питание не на восьмой кассе, что они имеют право пробивать его на любой кассе. Но при этом я им показала, я им показала. Они говорят, что у них есть два свидетелей, чтобы мы смотрели по камерам. Звоните, пожалуйста, ей по видеосвязи. А были чеками мне не показывают. Не показывают. А сиат? Ну, по WhatsApp есть видеозвонок. Я вам разрешал трогать мой товар? Да, это брида, она даже с антикрашкой стоит у них у нас, среди них в тележке. Наталья, смотрите, детское питание куплено, ваша охрана наклеветала, что я украл это детское питание. Чек человеку в зеленой одежде, который не подкрутил своих полномочий, я показывать не обязан, но он реально есть, я говорю вам, в директора магазина. Их работа, камеры смотреть, а он вместо этого стоит с какой-то знакомой женщиной разговаривает. Кроме всего прочего, Наталья Евгеньевна, детское питание с истекшим сроком годности. Срок истек 4 апреля. Добро пожаловать в знакомство с клубом Патриот. Меня зовут Александр Александрович. Ну, можешь еще подписаться на клуб Патриот. Отписался он. На клуб Патриот можешь еще подписаться. Клуб Патриот. Ну, сюда же выйдет это видео? И сюда выйдет. Ну, да, там, в принципе, в описании. А я не требовал никакого решения, я не требовал вам звонить. Я все это оплатил на кассе самообслуживания. В 2099 рублей подписалась МРУЗ Гера. Касса самообслуживания реально его бьет. Вот, я положил чек в один из своих карманов. То есть я оплатил, оплатил. А вот то, что охранник не видел, украл я его или оплатил, это уже его проблемы. Это он зря получает свою зарплату. Человек не на своем месте. Вот. А вот детское питание за 2... Четвертое, четвертое. ...с истекшим кроком годности. Это вот, я бы сказал, конкретно. А мы только что-то другого в логере ждали. Какого? Ну, на Ельза нам сказали, блин, даже имя не помню. Маркинг, что ли, кто-то, кто-то. Это он есть, да? Да. А, мы вас ждали, скорее всего. А у меня не предсказали, да? Теперь и дети у вас есть, поэтому. Ну, блин. Все должно быть... Просто сама ситуация, женщина мне говорит, пикает. А я слышу, что тоже пикает. И бегу за ним. Я говорю, молодой человек, покажите чек. И вот с этого все пошло. Я вижу пломба. Я понимаю, что этот товар, значит, украденный. Для меня вообще, в смысле, ну, я не знал, что могло быть такое, что он может пробиться. Ты можешь подойти к покупателю, да? Это так, ну, сейчас объясню, что ты можешь подойти к нему и сказать, что... Молодой человек, вы забыли снять пломбу. Лада Ларгус, госномер Константин, 578 Ольга Константин, 198 регион. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, да. А подскажите, перекрестки ваши коллеги, да? Да, что ли. Мне бы их увидеть как-то. Не знаю, конечно. А? Ну, я не знаю, я же просто водитель. А вы можете связаться с ними? Да, конечно. Не имеете возможности? Давайте выходим. Я же просто вожусь в спектроробку, которая идет. Берут какие-то анализы там. У нас там просто жесткие нарушения выявлены. Хотелось бы как-то взаимодействовать. А вы знаете, тут же у меня уже разные подразделения. Вот я сейчас привез инспектора, который берет, ну, просто пробы, продукты. То есть, маски там всевозможные. Они же делаются на разных инспекторов. Вот у нас как раз продукт там. У меня нет этого самого. Я же вожу все время разных инспекторов. У меня, конечно, нет этих всех телефонов. То есть, лучше, да, здесь их подождать. Где-то рядом. Там один человек, одна женщина. Ага. Зовут как? Надежда Никонорова. А, здравствуйте, чё это Наталья. А скажите, пожалуйста, Надя выйдет? Надя выйдет? Ну, Надежда Никонорова. У вас в кабинете. Надежда Никонорова нет у нас в кабинете. Ну, Надежда Никонорова. У вас тут такая тачка стоит приметная с нарушениями рядом с магазином. Какая Надежда Никонорова? Это кто? Ну, вот нам доложили, что у вас в кабинете Надежда Никонорова, представитель Роспотребнадзора, который сейчас в вашем магазине. Ну, какой Надежда Никонорова? Ну, как никакой. Сейчас будем пасти эту машину, и она туда никуда не будет. Надежда Никонорова? Вы серьезно? Серьезно. У вас Надежда Никонорова в кабинете. А пойдемте выйдем на улицу. Я посмотрю хотя бы. Ну, вот тачка припаркована. А мы здесь можем посмотреть. Я вам обеспечу такое удовольствие. Здравствуйте. 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 А вы Надежда Никонорова, да? Никодимовна. Никодимовна. А, Никодимовна. А ваш водитель сказал, что Никонорова. Вот. Надежда Никодимовна. Как разница? Ну, не знаю. Вот я Александр Александрович. Мне было бы дискомфортно, если меня Александром Петровичем, например, вызвали. У меня очень мало времени. Я слушаю вас. Подскажите, пожалуйста, у нас к вам вопрос. Мы увидели автомобиль, да, с вашим водителем. Вот. И мы узнали, что в магазине сейчас представители Роспотребнодзора… Так вы покупатели в магазине, да? Вы покупатели? Нет. Значит, вы покупатели сейчас в магазине? Мы вчера были покупателями, да. И что у вас? Какие у вас проблемы? Вот смотрите, вот здесь есть сыр, сыр из будущего. Является ли это нарушением или так можно все-таки? То есть вот есть сыр, который изготовлен 16 апреля 2021 года. Есть детское питание, вот купили в срок годности истек 4 апреля. Это же еще понятный технический сбой на ленте. Ну а что он, недобротачественный, в плеси или что? Мы знать не можем. Ведь есть техрегламент таможенного союза, 022… Ой, друзья, занимались бы вы чем-нибудь другим. Что еще? Есть что-то недобротачественное? Вот детское питание… С истекшим сроком? С истекшим сроком. С истекшим сроком. С истекшим сроком. Надо снять, да. Вот, это не снять, это купили, но это сейчас мне принадлежит. Вот, можем ли мы с вами как-то взаимодействовать как с представителями Роспотребнодзора? Вот я бы на вашем месте, когда увидела вот это, подошла к сотруднику и сказала, у вас питание с истекшим сроком. Снимите его, пожалуйста. И пошли дальше. Они устраивали вот это… Серьезно? А что устраивает? Что мы устраиваем? Так, все, я пошла, у меня очень мало времени. Это представители Роспотребнодзора. Надежда Никодимовна, позор, позор честно вам. Позор Роспотребнодзора. Позорники Роспотребнодзора, фу! Это вообще трэш. Это, Надежда Никодимовна. Это трэш. Говорит, подойдите, покажите, убейте. Серьезно, что ли? Это детское питание, серьезно? Она говорит, отдали бы и пошли бы дальше. Сделали бы за них работу. Да? Просто отдали бы. Интересно, почему она такая добрая? А у нее дети есть? Интересно. Вот мне просто интересно. У нее дети есть? Она своих родственников тоже просрочкой травит? Вот, фу. Позорники Роспотребнодзор. Позорник, чем перекресток. Фу. Позорники Роспотребнодзора, Надежда Никодимовна. Вот у нас представители Роспотребнодзора. Тротуар. Машина. То есть, получается, госслужащие Роспотребнодзора нарушают правила дорожного движения. Ребята, позвоните по номеру телефона, вот поэтому 8 800 3 5 49 43 и сообщите им о том, что Роспотребнодзор города Санкт-Петербурга нарушает правила дорожного движения. А водителю все равно, что он стоит на тротуаре. А что он там смотрит, интересно? Интересно, что он там смотрит. Какой-то фильм смотрит. Что нет? Я вас не слышу. А машину не желаете убрать с тротуара? Ну, сейчас машину уберу. Бегом. Соберу машину. Пока я не сообщил в ГИБДД. Сейчас выберу машину. Бегом. Сейчас. Две секунды вам даю. Две секунды, водитель. Две секунды. Сообщите по этому номеру телефона 8 800 3 5 49 43 о том, что данная машина Роспотребнодзора города Санкт-Петербурга, госномер К 578 ОК 198 нарушала правила дорожного движения. « había т jambeК лобачкова» «Видел заявку, что вы приобрели здесь просроченный продукт для детей». Да, да. «Вести смысл» «Просто в школу Отсов-Тай?» «Вам удовлетворения». Мы приняли с вами имя Арсланг Александрович. Арсланг Александрович. Арсланг? Да, да. Для детей от 0 до 6 месяцев. Мы уже оплатили, правильно? Да, да. А вот это не оплатили. Это значит отдельным протоколом изымать, пресекая административные правонарушения. Сыр есть из будущего. Вот так, подытно. Не оплачиваем. Вот. И, естественно, если у нас произошло одну историю, то обрадик бы ко мне непременно подошел. Вот, ты сказал-то, Александр Александрович, ты пытались украсть сыр, ты его не оплатил. Он бы вызвал ДБР и вас в том числе за купли. Что за сыр не доплатил? О, так ты жулик мелкий. А я скажу вам, Арсланг, а за что я платить буду? Этот сыр еще? Да, я все понимаю. Этот сыр еще не произвели еще этот сыр, ешкин кот. Сан Саныч любит мамбу. Участковый Арсланг любит мамбу. И Кирюха тоже. Мамбу фрутис. Мамбу любят все. Посмотри. А мамба как раз до кого там? До восьмого апреля? Да, до восьмого, ну и четвертого. Все просрочилось. Нам даст. Заявление. Прошу вас привлечь. Как следствие населения? Руководство магазина Перекреста. Ты смотри, она через черный ход ушла. Что? Через черный ход ушла. Которые осуществляют продажу товаров для питания детей в возрасте от 0 до 6 лет. И другие некачественные, опасные для жизни здоровых граждан товары. Так же искренне считаю, что детским питанием со стекшим сроком годности торгуют только лишь три категории граждан. Люди обладающие ярко выраженными и противозачаточными свойствами. Цифры теперь. 3,14. 3,14. Это все одно слово будет. До расы. До расы? Нет. 3,14. До расы. Запятая. Икос. 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 Второе слово. Игрек. Игрек. Пробел. Буква. Е. Пробел. Плеты. Икс. Игрек. Е. Плеты. Ну и тут конец заявления. Все, да? Да. Про людей обладающих архивыржен противозачавших свойств написали. Про 3,14. До расы подписали. Про Икс. Икос. Икос. Полицейский. Разве. Я имею право. Ну я имею право. Не имею право. Могу попросить. Он откажется. А вы все отказываете. На сколько я знаю. Вы первый полицейский. Который не спрашивает документы у заявителя. Да. Ну я обязан принять. Неважно есть документы или нет. Правильно? Да. Это похвально для вас. Подавляющего большинства этого не понимаете. Можно нанести документы. Можно сняться? Я социальный работник. Прихожу сюда ежедневно. Лучше магазина я не видела нигде. Да? Все? Да. Спасибо. Пожалуйста. Мы сейчас, наверное, поедем в госпотребнадзор. Вот эти 3,14 до расы. Вот здесь в Путуаре подговались с нарушением. Есть видео. Гайцы что-то не едут пока. Она уже успела через черный ход выйти. Она это продавец или... Госпотребнадзор. А, вместо работы... Да, напишите. Блогер бездельник. Что про это блогер? Блогер бездельник. Так должность называется. А, мы не рады мне. Номер телефона. Серьез вы у меня все время. Блогер бездельник. Блогер это не шоу. А вы меня принижаете сейчас. А вот блогер бездельник это нормальная должность. Хороший подсчетный у нас. Если. Возможно это. Да, я директор. Отсюда. Отсюда. А вот сюда. Давай. И вот пришел к Сан Санычу во сне старец. Лицо ему была копия Владик Курбатов. Генеральный директор акционерного общества. Торговый дом. Перекресток. И во сне Сан Санычу он сказал. Сан Саныч. Работа продавцов директоров. Продавать просрочку. Из этого формируется их зарплата. Поэтому Сан Саныч. Не будь говном. Скорей купи говно. Призвал он. И Сан Саныч послушался. И купил просрочку. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Нужны ГИБДД на уточке на 4. Здесь стоит автомобиль. Лада Ларгус. На тротуаре припаркован с нарушением. Ну информацию в полицию направим. А дальше они уже разрезают. Ага. Все. Спасибо. Завершился от мониторинг данного Тухлопритона перекресток. По адресу город Герой Ленинград. Улица Уточкино. Дом 4. С вами сегодня были канал Яковлев Лайв Кира Яковлев. И Сан Саныч Клуб Патриот. Чтобы не быть таким же просроченным как этот перекресток. Подписывайся на каналы Яковлев Лайв и Клуб Патриот. И Родина тебя не забудет. Нравится видосы? Ставь лайки. Пиши комменты. Всем спасибо. Всем пока.